Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня с нашим гостем будем говорить о работе Гомельского областного управления МЧС. Присоединяйтесь. Сергей Николаевич Мелешкин, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС, подполковник внутренней службы. Родился в 1979 году в Верхнедвинском районе Витебской области. В 2001 году окончил Гомельское высшее командно-инженерное училище МЧС Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал в инспекции Государственного пожарного надзора в Витебске. Через год назначен заместителем начальника Сенинского РУЧС по Государственному пожарному надзору. С 2003 года работал на разных должностях в Гомельском областном управлении МЧС. Возглавлял отдел надзора и профилактики. На нынешней должности с 2015 года. Имеет государственную награду, медаль за безупречную службу третьей степени. На вопросы, которые касаются деятельности областного управления МЧС, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый вечер, Ольга Владимировна. Сергей Николаевич, Вы были у нас в гостях год назад, в прошлый раз. Скажите, пожалуйста, с чем за это время пришлось столкнуться спасателям области и какое испытание стало самым сложным? На сегодняшнем этапе деятельность МЧС из года в год одинакова. Хорошо, что на нашей территории области, так и республике в целом чрезвычайные ситуации одни и те же. Либо это снегопады, либо сильные ветра, дожди, поводок. Ну и, конечно, повседневная деятельность. Большинство, мы сталкиваемся это с пожарами. В целом, если брать прошедший год и оценивать его, то, в принципе, крупных пожаров, приведших к трагедиям, либо к большому экономическому ущербу, на территории области не допущено. То есть они были своевременно обнаружены и своевременно прибыли наши силы и средства, и получилось их ликвидировать. В целом, говорить, что пожар это что-то такое простое, даже любой пожар, да, горит этот автомобиль, либо хозяйственная постройка, это очень ответственно, потому что, в принципе, выезжающий наш любой работник на этот пожар, на его ликвидацию, он испытывает соответствующие психологические нагрузки, потому что, в целом, он, так сказать, идет в никуда. Он не понимает, что может произойти, потому что обстановка зачастую меняется. Вот, как здесь сейчас мои визитные карточки представляли, да, за период работы на Гомельской области, наши бойцы, 71, к сожалению, травмировались на пожарах, и, к сожалению, трое погибли, выполняя свою работу. Вот, в целом, поэтому сказать, что пожар это что-то такое простое, ну, невозможно. Пожар это очень всегда сложно, это очень трудно, и это всегда ответственно. Сергей Николаевич, вам бывало страшно, вот, при каком-то зрелище, в какой-то ситуации, связанной со служебной деятельностью? Действительно, я еще когда работал в Сенецком районном отделе по чрезвычайным ситуациям, я приехал на пожар раньше, так уж получилось, чем наш автомобиль, потому что я осуществлял свою деятельность недалеке. И действительно, когда мне граждане сказали, что в этом доме находится человек, то я, в принципе, наверное, не то что испытал страх, когда осуществлял мероприятие по спасению, наверное, когда я этого человека достал, в принципе, вот, я тогда уже осмысливая, что происходило, потому что я не имел соответствующего спецобмундирования, соответствующих средств защиты органов дыхания, и, в принципе, подвергал свою жизнь опасности. И, в принципе, если так посмотреть, то спасатель не должен рисковать своей жизнью, если видит, что есть угроза для нее. Но наступают такие моменты, когда ты, наверное, тренирован еще в училище, и ты, в принципе, нацелен на то, чтобы человека спасти. Это, наверное, уже... Профессиональные навыки срабатывают. Да, это уже, наверное, да, уложили в подсознание, поэтому вот так и происходит, даже в повседневной деятельности, даже в подъезде своего жилого дома многоэтажного, где я проживаю, люди обращаются, я ей помогаю, и не только там по пожарной безопасности, но в различных других ситуациях, в которые люди попадают. Потому что спасатель – это не просто какое-то звание рабочее. Да, потому что даже действительно попробуйте войти в огонь, зная, что тебя дома ждет жена и сын, либо дочь. Я думаю, что есть определенное количество людей, которые этого не смогут сделать, и есть определенное количество людей, которые не будут долго думать и ринуться на помощь, даже не задумываясь о себе, а потом уже, наверное, впоследствии придет осознание, что действительно рисковал жизнью. Количество происшествий в регионе в целом снижается, но есть определенные категории, по которым статистика пугает. Сергей Николаевич, почему у нас такое большое количество пострадавших людей преклонного возраста? Именно они чаще всего фигурируют в сводках. Действительно, если говорить о статистике, то у нас по сравнению с прошлым годом у нас снижение идет и пожаров, более чем на 101 случаи, и погибших от них людей. То есть, если в прошлом году у нас было 45 погибших на пожарах людей, то сейчас 35 человек. В целом, почему люди преклонного возраста больше страдают? Если брать статистику, это приходится в основном на тот период года, январь, февраль, то есть зима, холода, ветра, когда преобладают. Это граждане, которые проживают в своем ветхом жилье, хотя благодаря оказанной помощи у них устранены все технические причины возможности пожара. Но из-за своего уже немощности, из-за своей уже отсутствия этой реакции соответствующей, они, используя то же самое печное отопление, открывают, уже организм не так обогревается, да, мерзнут, и они открывают топку печи, соответственно, лучистые энергии травмируются. Ну, все увидели, наверное, приезжали в деревню, видите, что та бабушка, либо дедушка, они одевают на себя много одежды, да, постараются потеплее одеть, даже и в летнее время ходят, и, соответственно, эта одежда загорается, у них уже нет возможности потушить на себе эту одежду, они смертельно травмируются. Вот, к сожалению, вот таких 9 случаев было по началу этого года, именно возраст приходится 28-32 годов рождения. Вот такая категория у нас травмировалась, и смертельно, и статистика складывалась неблагополучно с начала года. Но мы, в принципе, видели эту ситуацию, мы и преждевременно, и работаем. Действительно, если брать одно МЧС, как говорится, один в поле не воин, да, здесь мы работаем совместно, в комплексе, и тут отдать должное, конечно, председателю областного исполнительного комитета, что он заблаговременно ставит задачу всем ведомствам, включая и Комитету по труду и социальной защите, подключаются, соответственно, и профсоюзы организаций, трудовые коллективы, и, в принципе, эта работа масштабно проводится до начала отопительного сезона, и в этом году она проведена. Было обследовано более 3650 домовладений вот этих граждан, преклонного возраста, которым, в принципе, осматривались все технические причины, в том числе и печное отопление, оказывалась помощь, потому что на сегодняшнем этапе у нас государство социальное, и сегодня ряд социальных программ есть, и выделялись средства, и ремонтировалось печное отопление. А также хотелось бы отметить, что работа велась и в других направлениях, потому что сегодня у нас много не только одиноких граждан, но и одинокопроживающих, у которых есть дети. Они проживают и работают в других регионах нашей республики. Соответственно, выходят на их, чтобы они на тот период времени, когда будет необходима помощь людям этого преклонного возраста, смогли либо их забрать к себе, либо приехать и вместе с ними этот период в этом жилом доме пережить. Потому что вы сами прекрасно понимаете, наверное, и знаете, насколько попробуй человека 28-го года рождения уговорить переехать там, хоть в город Гомель, где есть там ванная комната, где ряд удобств, да никогда не уговоришь. Даже по своей бабушке, помню, в Витебской области, Большое Бабино деревне, это никогда и не получалось. Ну, те случаи, о которых вы рассказывали, не очень пугающие. То есть здесь, в общем-то, даже не в этой печке как таковой дело, когда люди открывают дверку и могут как-то, ну, загореться, да? Действительно. Рассказываете об этом пожилым людям? Мы не то, что даже рассказываем, мы пытаемся через все средства массовой информации, в том числе, спасибо и вашей телерадиокомпании Гомель, в рамках вот агитации людей, что посмотрите, мы размещаем письма, обращения до всех близких, в том числе для любого взрослого населения, которое проживает рядом, соседи, да, чтобы они нас услышали и вспомнили, да, у нас там бабушка Мария Ивановна живет 20-го года рождения, так я вот ее только вижу там раз в неделю, а никогда не зайду в гости, не посмотрю, как она проживает, да, тут очень огромная работа проводится, и отдать должное и учреждению здравоохранения, потому что постоянно к этому периоду, к отопительному началу, формируется койко-место в больнице, палаты благоустраиваются для того, чтобы на этот период хотя бы мы могли этих граждан преклонного возраста забрать к себе учреждение здравоохранения, чтобы они там переждали. Вот, также оказывает комитет по труду и соцзащиты помощь, они приходят, работники, и эти вещи протапливают этим гражданам и оказывают другую техническую им помощь. Ну да, пожилых людей нельзя винить в том, что происходит, а вот уж кто виноват в своем бедственном положении, это люди с вредными привычками. Одна из наиболее частых причин возгораний – неосторожность при курении, так называемая. Мне вот интересно, как это происходит? Люди в кровати засыпают сигаретой или непотушенные бросают их на пол? Что происходит, вот когда причина пожара именно такова? Ну, знаете, его можно разделить, как людей, которые злоупотребили алкогольными напитками, да, и те люди, которые халатно относятся и курят у себя в домовладении, либо в квартире, соответственно, стоит пепельница, полна окурков, спичек, различных отпачек сигарет, бумаги, да, и он, плохо затушив сигарету, идет спокойно отдыхать. Соответственно, сигарета современная, она тлеет, возникает пожар, и, соответственно, видели, какая пожарная нагрузка сегодня в квартирах, даже свою сравните, да, если сравнивать, то квартиру советских времен, где стены были наполовину окрашены краской, а дальше везде была известь побелка, нагрузка пожарной, мебели почти не было, да, да, если даже мебель была, то она была сделана из чего? Из естественных материалов, которые в случае горения, в принципе, выделяют температуру, тепло, и человек чувствует болевой эффект и, соответственно, просыпается, то сейчас наши современные материалы, они очень токсичны, да, полимерны, все радуются очень, что купил диван, внук пришел, там, фломастером помазал, тряпочкой с водой протер, и фломастер отстерся, вот какой у меня хороший диван. Ну, действительно, может быть достаточно прогара в размере 3-5 сантиметров, чтобы человек вдохнул себя и забыл, как его зовут, не то, что там сознание потерял, а забыл, как его зовут, соответственно, потолки сегодня очень популярны, натяжны, да, красиво, да, быстро, да, дешево. Но вы должны понимать, уважаемые граждане, что это сегодня и опасность. В случае возникновения пожара, пожар же не ждет, он распространяется сегодня по жилью, по квартире, по всей этой пожарной нагрузке. И человек так устроен, когда он видит чрезвычайную ситуацию, его охватывает страх, да, и он учащается пульс, дыхание, он начинает дышать. Он не может не дышать. Если человек вдыхает огонь, он получает внутренние ожоги, которые, в принципе, в дальнейшем могут привести только к одному, к плачевному. Поэтому на сегодняшнем этапе даже не надо, я вот призываю граждан, что ни в коем случае, если они заметили, что дома возникло возгорание, пожар, не надо пробовать самостоятельно тушить. Они не заметят, как получат процентов 75-90 ожогов, а это уже тоже плачевный вариант для человека. Сразу за дверь, да? В первую очередь, конечно, надо всех своих близких научить к действиям в случае пожара. И в первую очередь надо выбежать, покинуть помещение, закрыв при собой плотно дверь. Потому что пожар такая реакция, которая всегда происходит с нехваткой кислорода. Для его распространения нужен кислород. Ну, человек так устроен, что с тем, с чем он не сталкивался, этого он не боится. Мы себе не представляем, как это происходит, как происходит возгорание курящим людям. Какой вот профессиональный пожарный может дать совет? Бросить курить, это в первую очередь. Если это невозможно. Бросить курить, ну, что я вам могу сказать. Сегодня курящий человек, который позволяет себе курить в домовладении, в котором он проживает, значит он что? Он должен установить себе хотя бы автономный пожарный извещатель. Потому что когда он находится в сознании, он в принципе почувствует огонь и дым. Но если он отдыхает, человек так устроен, что напрочь не чувствует продуктов горения. Даже вот если взять, вы 8 марта празднуете шашлыки, вот костер, здесь ветер поменялся, вы жарите тот кусок сала над костром, да, и соответственно ветер поменялся, дым пошел на вас. Вас организм заставляет покинуть опасную зону, да, чтобы вы отошли в сторону, слезятся глаза. То есть если человек отдыхает, у него напрочь эта реакция отсутствует. И здесь только установка, наверное, прибора, который его разбудит, поможет спасти жизнь не только его, но и тех, кто с ним проживает. Продолжим эту тему. Пока предлагаю перейти к сюжету. С наступлением холодов начинается наиболее пожароопасное время и одна из главных задач всех служб проверить жилищный сектор. Сейчас внимание на экран. Поселок Победа Ветковского района. Около 60 домов, в которых живут в основном дачники и пенсионеры. Зимой население сокращается примерно до 10 человек. В холода люди предпочитают жить в теплых городских квартирах. Те, кто останется, будут пользоваться в основном печным отоплением. В неблагополучных семьях это может стать серьезной проблемой. Хозяйка дома эти слова воспринимает с трудом. Судя по всему, с утра здесь отмечали благополучное наступление очередного дня. И к приезду смотровой комиссии хмель из головы еще не выветрился. После осмотра дома хозяевам оставляют предписание об устранение выявленных недостатков, выполнить которое пенсионерка обещает с помощью родственников. Привлечение родных для оказания помощи пенсионерам и одинокопроживающим – практика на Гомельщине распространенная. Другое дело, что далеко не все близкие спешат на помощь. Часто это заканчивается трагически. Вера Романюк до сих пор с содроганием вспоминает ту августовскую ночь, когда загорелся соседний дом. Деревянное строение полыхнуло так, что в окрестностях стало светло, как днем. К счастью, тогда никто не погиб, однако поволноваться пришлось многим. Женщина уверена, если бы ветер дул в другую сторону, она и ее соседи сегодня считались бы погорельцами. А так только оплавился сайдинг на стене. Я проснулась от треска, половину второго ночи, ну и вызвала пожарную. Приехали быстро пожарные, ну у нас жарящая было, а они, это согорелось моментально, ну правда они же быстро потушили, приехали пожарные, потушили быстро. Молодцы, очень сильный пожар был. Это доброе, что туда и шел он. Если бы только сюда, то бы мы не одни пострадали, тут пострадало бы все. Несколько запланированных для посещения домов в день прихода смотровой комиссии оказываются закрытыми. Найти хозяев не получается. Неработающие сельчане то ли подрабатывают на чьих-то частных подворьях, то ли уже тратят заработанное. Трудоустроить их официально удается не часто, хотя приглашение в общественные пункты охраны правопорядка они получают регулярно. С начала года 18 человек мы пропустили через ОПОП, то есть с ними поработали. Из них немного, да, 8 человек сегодня тогда устроились. Они имеют постоянный заработок, они находятся в пределе, по ним уже меньше нареканий. Ну а есть, конечно, часть людей, которых, ну, ходим, воспитываем, ну, приходится, да, привлекать их и к общественным работам через суд. Свои мозги сложно кому-то вставить, но я считаю, что с ними работать таки необходимо, потому что, когда идет все на самотек, то заканчивается очень печально все. А это уже деревня Долголесье Гомельского района. Смотровая комиссия посещает дом 55-летнего Николая. Мужчина тоже нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. Правда, в этот день он был трезв. Вообще, на высказанные замечания он реагирует адекватно и уже привел в порядок печь. Однако угроза возникновения пожара в доме все еще остается. Электропроводка настолько ветхая, что замыкание может произойти в любой момент. Николай обещает исправить и это замечание, однако говорит, что пока необходимых денег у него нет. Трудоустроить реально, но просто граждане такие они не хотят работать. Мы на начало года на заседании АПОП и собирали всех работников, всех руководителей учреждений и организаций, которые есть на территории, у кого есть какие вакансии, мы предлагали трудоустраиваться, но они категорически отказываются. На государственную работу идти не хотят. Они хотят что? Потреблять спиртные напитки, чтобы их свободное время было. Сегодня только на территории Долголевского сельского совета более двухсот домовладений, куда смотровые комиссии приходят регулярно. Есть в этом списке многодетные семьи и одинокие люди, которые нуждаются в помощи. Однако есть и 25 человек, регулярно злоупотребляющих алкоголем и на рекомендации реагирующих не всегда адекватно. Но кто бы ни проживал в домах и квартирах, главная задача не допустить трагедии. В 2011 году на территории Гомельской области были созданы смотровые комиссии, которые работают и по сей день. В текущем году свою работу осуществляет 340 смотровых комиссий на территории Гомельской области, которыми уже проверено более 140 тысяч домовладений и квартир. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях первый заместитель, начальник областного управления МЧС Сергей Мелешкин. Сергей Николаевич, как потом контролировать, выполнили ли граждане эти рекомендации, которые им оставила смотровая комиссия, устранили ли они эти недостатки? Ведь в этом же основная суть. Действительно, вы правильно говорите. Не факт взять и просто показать, что столько-то недостатков сегодня существует у людей. Самая основная цель – это просто мотивировать их к тому, чтобы они начали к своей жизнедеятельности относиться с пониманием. То есть те замечания… Сергей Николаевич, продолжим эту тему. У нас есть звонок на линии. И потом мы к этому вернемся. Обязательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я вам звоню из Гомеля. Для начала, позвольте мне выразить благодарность сотруднику службы МЧС. Ни разу я в своей жизни еще не слышала отрицательных каких-то отзывов об их работе. То есть всегда, когда требуется их помощь, они на своем месте. А вопрос у меня такой. Вот часто я слышу о частном секторе. Печное отопление, там какие-то бродячие собаки, ну и разные другие проблемы. А вот, насколько я знаю, в дачных кооперативах тоже дома бывают очень ветхие, печки очень ветхие. И пожилые люди там часто вообще вдали от каких бы то ни было услуг цивилизации живут и зимой, и летом. Скажите, пожалуйста, а дачные кооперативы каким-то образом проверяются? Спасибо. Спасибо. Большой за звонок, Елена. Да, однозначно, конечно, ежегодно ставится задача областным исполнительным комитетам собрать на местах, в районах всех руководителей дачных кооперативов, где все соответствующие службы, начиная от МЧС, заканчивая милицией и всеми остальными, проводят с ними занятия. Разъясняют, какие требования и какие проблемы сегодня необходимо решать в этих дачных кооперативах. Тем более, эта проблема назрела тогда, когда раньше было понятно, этот кооператив был закреплен там за соответствующим предприятием. Якобы был хозяин, который располагал определенными ресурсами и мог определенные нарушения, которые предписывались, выполнять за счет предприятия. То сегодня, в принципе, дачный кооператив, он существует сам по себе. За счет, как говорят, граждан преклонного возраста, с возрастом всех тянет в дачный кооператив. И скажу вам, что у нас дачных кооперативов под Гомелем больше, чем под городом Минском по численности. Вот такая статистика. И мы, кроме того, что проводим эти совещания, каждый дачный кооператив отрабатывается. Не то, что даже непосредственно с соответствующими службами, но и смотровая комиссия, на территории которой в сельском совете расположен этот дачный кооператив, она туда заходит. Она смотрит, какие вопросы, какие проблемы возникают. И не преследуется цель сегодня привлечь граждан к административной ответственности. В первую очередь, любой надзорный орган, даже государственный пожарный надзор, он хочет объяснить, рассказать, каким последствиям может привести невыполнение того либо иного мероприятия. И мы, конечно, ждем к себе, что не мы будем ходить к гражданам, а граждане уже в преддверии какого-то сезона, отопительного, либо летнего, будут приходить к нам и спрашивать, что мне необходимо сделать, чтобы я сохранил свое имущество, чтобы я не ставил свою жизнь под угрозу. Но, к сожалению, сегодня это единичные факты. К сожалению, граждане привыкли, что к ним приходит надзорный орган. Если он приходит и, не дай бог, наказывает, у граждан такой определенный негативный момент формируется. Но это неправильно. И мы сегодня не преследуем. Если сегодня инспектор пришел к государственному пожарнадзору, он разъяснит, объяснит, покажет и отдаст. Он не преследует цель сегодня наказать гражданина за не выполнение какого-либо мероприятия. Но если это систематически, как вы мне ставили вопрос по смотровым комиссиям, длится, и гражданин не хочет никак реагировать на законное требование, то здесь другого ничего не остается. Человек приглашается и на заседание профилактическое при селисполкоме пункта правопорядка. Человек, информируется соответствующая служба здравоохранения, которая должна заниматься с этим человеком, смотреть на каком этапе он находится, зависимости, зависим он сегодня, независим, надо с ним работать, не надо. То есть здесь смотровая комиссия – это комплексное решение вопроса. И любое мероприятие, которое выявлено, оно ставится на жесткий контроль. И соответствующий субъект профилактики, который должен его координировать и контролировать, он отвечает за те сроки, которые ему установлены. И не дай бог произойдет происшествие, на которое прибудет наша служба, либо другая, и выявятся причины и условия, на которые субъект профилактики, а то ли это работник МЧС, здравоохранение, комитета соцзащиты, образования, не отреагировал должным образом, то он несет, начиная от дисциплинарного наказания, заканчивая освобождением от занимаемой должности. И все эти факты еженедельно рассматриваются на аппаратном совещании при председателе областного исполнительного комитета, который здесь же подымает и спрашивает руководителей областного уровня. И потом рассматривается непосредственно со всеми на местах. И вырабатываются соответствующие решения, чтобы в дальнейшем ни гибель людей преклонного возраста не допустить, либо ее минимизировать, и соответствующие мероприятия реализуются. Спасибо. Сергей Николаевич, по частному сектору все более-менее понятно, предсказуемо, печное отопление. А наши квартиры, насколько они безопасны сейчас, по отделочным материалам вы уже говорили. Да, действительно. Что еще? Мы все же привыкли, да, у нас наругались на работе с соседкой, либо с кем-то там в очереди поспорил, я впервые пришел, либо мне хватило арбуза, а ему не хватило, и человек бежит, конечно, домой, дом это что, моя крепость, и он, закрывшись, налив себе кружку чая, смотрит любимый свой сериал, да, и думает, что он в безопасности. Пока давайте сделаем паузу. Да, пожалуйста. И выслушаем нашего телезрителя, после продолжим. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Александр, хотел бы с таким вопросом обратиться. Вот мы получили квартиру в новом микрорайоне, и жильцы квартиры не всегда понимают, что бычок, кинутый с балкона, может привести к очень плохим последствиям. Я хотел бы постелить из себя на балконе деревянный пол и постелить палатом, утеплить его, но окно иногда оставляем для проветривания открытым. И не раз уже к нам залетали бычки с верхних этажей. Вот хотел бы у вас поинтересоваться, как бы провести профилактику среди жильцов дома, чтобы такого не было, потому что и внизу, как пепельница получается на площадке, и, ну, не дай бог, залетит бычок. Спасибо. Да, скажите, пожалуйста, а собственность дома? Это что, КИС, либо ЖКХ, жилище-коммунальное хозяйство? Это кооперативный дом. А адрес? Микрорайон Хутор. Ну, тут, в принципе, не надо уточнять дом. Я смотрю, со всех этажей летит бычки и соседних домов. Ну, вы можете организовать вполне адресную работу и отработку вашего дома. Спасибо за вопрос. Поэтому адрес, пожалуйста, оставьте нашему редактору и ждите комиссию. Да, в принципе, спасибо за вопрос. Да, вопрос очень злободневный. Я сам в свое время чего скрывать? Я 13 лет откурил, да, и тоже когда-то в подъезде пытался там вот холодно на улице выйти, и дома вроде бы там супруга гоняет, и не покуришь, вот, и все выходят в подъезд курить. И сегодня я с этим сталкиваюсь, я так уже резюмирую, вот, стоят эти пепеницы поэтажно, но на сегодняшнем этапе четко определено законодательством, что собственник, мы же не можем сегодня, государство не может сегодня содержать столько-то инспекторов государственного пожарного надзора, которые поставишь в каждом подъезде. Инспектор государственного пожарного надзора, его роль в том, чтобы организовать и истребовать из тех, кто должен устанавливать соответствующий противопожарный режим. Сегодня, если это жилищно-коммунальная собственность, то для этого есть ЖКХ, которая мастера определяет, наказывают и должны реагировать на всю эту тематику, в том числе и осуществлять рейды. А в таких домах есть председатель кооператива, который наделен такими же правами. Но мы никогда никому не отказываем. Мы в первую очередь, конечно, проведем, сейчас поставим задачу, чтобы провели, собрали председателей кооперативов, которые, чтобы организовали, провели эту работу на местах, потому что тоже ж тяжело, да. Нам надо информация, например, кто у вас не слушается, председателей кизовских, кто нарушает тот порядок, противопожарный режим, который установлен. Дайте нам, чтобы мы его в отношении, если у вас нет прав, как в жилищно-коммунальной службе, значит, мы вам поможем, мы каждому содержимое. Курить на балконе можно у себя? Да, это не за сегодня. Можно бросать бычок за пределы своего балкона. Если это будет установлено, то этот человек, конечно, будет привлечен к ответственности, административности, зависимости от ущерба, да. И, в принципе, он будет возмещать тот ущерб, который нанес ниже лежащему этажу. Если не нанес ущерб. А если не нанес, это значит, надо установить. Не стоит же ждать. Как зафиксировать, Сергей Николаевич, откуда прилетел бычок? Ну, гражданин должен, знаете, как европейский Александр, он должен позвонить. Нет, не то, что тот гражданин, а должен свидетельствовать, да, этот человек курил, он бросил сигарету, которая привезла там к возгоранию. То есть есть те возможности, за которые человек будет нести административность. Курить в подъезде можно на лестничной клетке? На сегодняшнем этапе это запрещено. Это запрещено. Я думаю, что зафиксировать такой факт в подъезде можно. Достаточно просто соседу сказать, что я видел, что в этот период человек курил. Все. Если есть свидетель, даже того человека, человек виновный не обязан доказывать свою вину. Понимаете? Еще вину докажут обстоятельства. Ну, соответствующую работу проведите, пожалуйста. Хорошо. Разъясните, наверное, в жилищных учреждениях в первую очередь, что у них есть полномочия и что не стоит ждать, когда этот бычок приведет к пожару. На чем-то балконе попав в те же занавески. Действительно. Мы говорили с вами, да, про жилища. Электросети меня интересуют. Насколько мы вообще в безопасности находимся? В квартире. В квартире, да. Да, действительно, вот я и вернусь к тому разговору. Посмотрите, сколько сегодня источников зажигания. Да, в нашей современной квартире. Два телевизора. Ну, почему два? Да, там супруга варит борщ, муж пришел, хочет посмотреть новости. Купили второй телевизор, чтобы не было никаких конфликтов. Холодильник, вроде бы, самое безопасное устройство, которое рассчитано от постоянной работы от электрической сети. Но, поверьте мне, и с ними бывает пожар. Вообще, самое опасное с точки зрения возникновения возгорания, это что? Какой бытовой прибор? Ни один производитель бытового электрического оборудования не дает стопроцентной гарантии, что не приведет к пожару. Даже оставленный на ночь мобильный телефон, а как мы делаем, наверное, процентов 80 все, да. Мне же надо же там в социальных сетях посидеть, да, в таком вот ракурсе днем. Я на ночь включаю свой мобильный телефон. Посмотрите, четыре человека в семье ложатся спать, четыре гаджета в сети, а там как и зарядное устройство, так и телефон могут привести, стать источником пожара. У вас были такие случаи? Да, они бывают. И от телефона, который АОН современный в розетке, и от компьютеров. Таких хватает фактов. И мы все надеемся на аппараты защиты, которые установлены современно. Если мы добросовестно относимся, то в принципе сегодня, понимая, что сеть в ряде домов уже старая, ее мы не меняли сами, потому что жалеем денег, да, соответственно, аппараты защиты стоят. Включаем одновременно там утюг, белье погладить, электрочайник и стиральную машину, и сеть начинает выбивать. А супругу надо посмотреть футбол, Беларусь, Франция. Он что идет? Он идет и, соответственно, защиту снимает. А это все ведет к нагреву сетей, к выходу из строя и к возможному пожару приводить. Сергей Николаевич, есть у нас вопрос от нашего телезрителя. Давайте выслушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я проживаю в частном секторе, да. У нас сосед, у него гараж рядом с нашим домом. То есть 6 метров всего лишь расстояние. И он делает ремонт машин, покраску машин, и вот ацетон этот все летит. Я знаю, что ацетон, он воспламеняется. Так вот я бы хотела узнать, куда мне и как можно обращаться по этому вопросу, потому что это не... Сколько метров у вас от одного строения до другого? 6 метров. 6 метров. Да, и мои окна выходят прямо на их гараж. Там вообще очень... Ни детей не вывезти. Ну, вы сами понимаете, что это очень опасно. Спасибо за звонок, Сергей Николаевич. Ну, здесь два вопроса. Как даны вот опасения? Может что-то произойти? Здесь два вопроса. Город Гомель вообще очень плотная застройка. Очень плотная застройка. Здесь, в принципе, очень тяжело говорить о том, что выдержана эта старая застройка, которая еще идет с окончания и к Отечественной войны. Соответственно, говорить здесь о чем? Об опасности, что он производит. Ну, это обычный гражданин. Почему он не может в гараже, да, там проводить какие-то работы с автомобилем, да? Это не запрещено. В принципе, это его ответственность, его гараж и его территория. Если что-то случится и установится его вина, он будет нести ответственность. Но я так понимаю, что гражданка волнуется. Соответственно, если она волнуется о соответствии там вопросам пожарной безопасности, то, конечно, она должна прийти, обратиться в наш городской отдел по чрезвычайным ситуациям, позвонить даже по телефону. Я думаю, что номер телезрительницы у нас остался. Сергей Карачев, поручите, пожалуйста, сотрудникам связаться и прояснить ситуацию. Прийти, посмотреть, померить расстояние. А если расстояние и застройка, то здесь, конечно, надо обращаться в администрацию соответствующего района города Гомеля, к архитектору, который, в принципе, эти все вопросы застройки и регулировки. Да, есть требования законодательные. И я думаю, что и к тем работам, которые ведет сосед, тоже есть определенные требования. Нужно посмотреть, как они выполняются. У нас есть еще одна рубрика, есть мнение. На этот раз для нее мы выбрали вопрос, есть ли у вас автономный пожарный извещатель. Давайте посмотрим. В доме нужен автономный пожарный извещатель, потому что случаи разные бывают. А он на тот случай предусмотрен. Человек спит и пошло задымление. Он сработал. Тогда звук опроснулся. А если бы этого не было, можно было бы и говорить. Вещь нужная для безопасности проживающих в доме. У меня, правда, и не стоит, но я уже на эту тему самодумываю. Конечно, по-любому. Особенно, когда дома маленькие дети. А у вас дома стоит? Конечно, три. И с громкоговорителем даже. Особой необходимости в современных домах не вижу. В современных домах. Может быть, что-нибудь другое. Нужен. Ну, всякие ситуации бывают. Кто-то уснул, что-то не выключил. Кто-то закурил. Всякая бывает жизнь. У меня дома нет извещателя, но это довольно-таки важная вещь. И я думаю, нужен. Для пожилых людей нужен. Особенно одиноких. А вот, допустим, для меня пока что нет. Нужен обязательно. Особенно, где старики одни живут. Это безопасность всего дома. Я думаю, что нужен, особенно, когда есть малые дети. Это обязательно. Особенно в частных домах. Это необходимо, наверное, как воздух. Я думаю, что нужен, потому что, как бы, всякое в жизни бывает. И, как бы, вот это оповещание, оно может спасти не одну жизнь даже в одном доме. Я считаю, что обязательно нужно. А у вас есть? Я думаю, что нет. Все-таки нет. Но мне, как бы, стыдно об этом признаваться. Но я думаю, что стоит каждому задуматься о том, чтобы его поставить в дом. Вы смотрите «Диалог». В прямом эфире мы говорим сегодня о пожарной безопасности. Сергей Николаевич, так пожарный извещатель – это обязанность иметь его в доме. Или это рекомендация пожарных? С 2003 года все квартиры, которые введены в эксплуатацию, либо проводился какой-то капитальный ремонт, либо реконструкция, также и домовладений – это носит обязательный характер. То есть, придя инспектор государственного пожарного надзора и обнаружив, что нет автономного пожарного извещателя в жилой комнате, он обязан привлечь к административной ответственности. А здесь статья предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин. А если брать домовладения до этого года постройки и квартир, то, соответственно, носит рекомендательный характер. Но сегодня МЧС настаивает, чтобы образование, где воспитываются несовершеннолетние дети, и вот с теми источниками пожаров в современной квартире, которая сегодня есть, он обязан стоять. Потому что дети – это наше будущее. Да, этим рисковать нельзя. Ну, в общем, мало кто из людей, не обладающих специальной подготовкой, способен быстро сориентироваться в чрезвычайной ситуации. Мы впадаем в панику в большинстве своем и не знаем, что делать. Так вот, помочь нам всем. Может, специальное приложение, которое выпустило МЧС, называется «Помощь рядом». Расскажите, пожалуйста, где взять, как установить и как использовать? Действительно, сегодня МЧС, видя, что все находятся в интернете, мы тоже шагаем вместе со всеми гражданами. Разработали специальное приложение «МЧС.Помощь рядом». Оно качается с Play Market, а просто стоит забить МЧС, и он сразу выскочит, это приложение. В принципе, места много на вашем Android оно не заберет. Почему Android? Потому что пока только на этой базе, а это процентов 70 телефонов всей Республики Беларусь, она устанавливается. В принципе, это приложение, оно, если подключается к интернету, то позволит вам узнать о том штормовом предупреждении, которое может прямо сейчас возникнуть на той либо иной территории Республики Беларусь. И, соответственно, напомнит вам, чего надо избегать, чтобы минимизировать последствия воздействия на свой организм, на своих близких, в том числе на свое имущество. Там вот сильный ветер, машина, дерево упало. В общем, в любой непонятной ситуации включайте помощь рядом. Спасибо, Сергей Николаевич, за беседу. Это был диалог с первым заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Сергеем Мелешкиным. Спасибо за внимание, за ваши звонки. Берегите себя, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова